Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Светлый, помилуй нас. Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня седьмая наша встреча из цикла передач по курсу Патрологии. Радость христианина – ежедневное чтение Священного Писания Нового Завета и святых отцов и учителей Церкви. Теперь эту радость духовной жизни мы можем разделить в передаче Патрологии. В прошлой программе мы закончили читать 12 главу Дедахе «Учение Господа народом через 12 апостолов». Продолжим чтение текста Дедахе. Глава 13. «А всякий истинный пророк, желающий поселиться у вас, достоин своего пропитания. Точно так же и истинный учитель, и он достоин, как трудящийся, своего пропитания. Поэтому всякий начаток от произведений Тачила и Гумна, а также Валов и Овец, взявшие его, ты должен отдать начаток этот пророкам, ибо они ваши архиереи. «Если же вы не имеете пророка, то отдайте начаток бедным. Если ты приготовишь пищу, то, взявши начаток, отдай его по заповеди. Точно так же, когда ты открыл сосуд вина или елея, то, взявши начаток, отдай его пророкам. И от серебра, и от одежды, и от всякого имения, взявши начаток, сколько тебе угодно, отдай его по заповеди». Земным привязанностям национализму, согласно Дедахе, нет места в мировоззрении учеников Христова. Этот мир с его заботами и целями должен в сознании и религиозном чувстве христианина уступить место чаемому Царству Небесному. Христианство молится не об утверждении власти земных владык и не о господстве одной национальности над другой, а о том, чтобы пришло Царство Божие и чтобы прекратился этот мир, да приедет этот мир. Ни в одном памятнике так ясно не выражена независимость и незаинтересованность христианства этим миром, государством, национальными чувствами и прочим, как в учении двенадцати апостолов и в так называемом письме к Диагнету. Продолжим чтение текста Дедахе. Глава 14. В день Господень, собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите исповедавши прежде грехи ваши, дабы чиста была жертва ваша. Всякие же имеющие распрю с другом своим, да не приходят вместе с вами, пока они не примирятся, чтобы не осквернилась жертва ваша. Ибо о ней сказал Господь, на всяком месте и во всякое время должна приносить мне жертву чистую, потому что я царь великий, говорит Господь, и имя мое чудно в народах. Структура христианской иерархии представляется в учении таким образом. Она составлена из пяти разных служителей церкви. Это апостолы, пророки, учители, епископы и дьяконы. Первые три типа служения апостолы, пророки, учители отличаются от остальных двух, епископов и дьяконов, тем, что Первое. Они не были избираемы, а принимали на себя сами свое служение. Второе. Они не ограничивались территориально в своем служении. Не принадлежали только данной общине, а всей церкви. Они странствуют, проповедуют в разных местах и даже не должны слишком долго задерживаться на одном месте. Они наименее оседлы из всех чинов первохристианской иерархии. Третье. Они должны учить, проповедовать и совершать богослужения. Причем в этом последнем они совершенно не стеснены в своем творческом порыве. Молитвы ими произносятся экстатически, харизматически и не ограничиваются временем. Четвертое. Зато они должны были отличаться исключительной аскетичностью жизни, в особенности апостолы. В частности, апостолы, обращавшие свою проповедь к язычникам, должны были не задерживаться в данном месте больше двух дней. И то в крайнем случае. Если же он оставался и на третий день, то это лжепророк. Точно так же им должно было свойственно совершенное нестяжание и нищета. Памятник особенно подчеркивает боязнь церебролюбия. Что касается пророков, то они проповедуют не у язычников, а в среде христиан. Поэтому они не являются странствующими миссионерами, а могут жить оседла. Пророки проповедуют экстатически, они являются харизматиками. В отличие от них и от апостолов, учители проповедуют Слово Божие, но не экстатически, а в виде поучений обычного характера. Аскетические требования к ним, как и к пророкам, применяются, но не в такой острой форме, как к апостолам. Продолжим чтение текста Дедахе. Глава 15. Глава 15. Пусть никто не говорит и никто у вас не слушает его, пока не покается. Молитва же ваша и милостыня, и все вообще добрые дела, творите так, как имеете в Евангелии Господа нашего. Глава 16. Бодрствуйте относительно жизни вашей, светильники ваши да не будут погашены, и чресла ваши не припоясаны, но будьте готовыми, ибо вы не знаете часа, в который Господь ваш приедет. Вы должны часто собираться вместе, исследуя, что потребно душам вашим, ибо не принесет вам пользы все время вашей веры, если не сделаетесь совершенными в последний час. Ибо в последние дни умножатся лжепророки и губители, и овцы превратятся в волков, и любовь превратится в ненависть. Ибо когда возрастает беззаконие, люди будут ненавидеть друг друга и преследовать, и тогда явится мирообольститель, как бы Сын Божий, и совершит знамени и чудеса, и земля предана будет в руки его, и сотворит беззаконие, каких никогда не было от века. Тогда тварь человеческая пойдет в огонь испытания, и многие соблазнятся и погибнут, а устоявшие в вере своей спасутся от проклятия его. И тогда явится знамение истины. Во-первых, знамение отверстия на небе, потом знамение звука трубного, и третье – воскресение мертвых. Но не всех вместе, а, как сказано, придет Господь и все святые с Ним, тогда увидит мир Господа, грядущего на облаках небесных. Продолжим в следующей передаче. Есть возможность записать на ваш диск передачи по патрологии, а также весь цикл передач по истории Русской Церкви. Звоните мне и пишите смс, обсудим вариант доставки диска. Буду рад услышать и прочитать конструктивные замечания. Телефон 962-506-84-42. Если у вас после передачи появилось желание взять в руки какое-либо святоотеческое творение, то цель передачи достигнута. С вами был протеерей Владимир Пивоваров. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok